И опубликована она под заголовком «Приказ об обязательном ношении хиджаба на территории Чеченской Республики». Звучит прям, ух, мощно. И далее, значит, текст. «Приказом советника главы Чеченской Республики, буктия ЧАЭР, председателя КБУ, короче, много букв, садаха Межиева. Обязуются все женщины, имеющие...» Инициативы продвигали. Для нас проблема — это хиджабы в школах, это мусульмане в наших городах. Вот что нам не нравится. Давайте на них переключимся. Давайте опять устроим войну с чеченцами, а может и со всеми кавказцами. Давайте с татарами, с башкирами устроим. Давайте всех со Средней Азии мигрантов всех вышвырнем. Вот наши враги. Они как бы вот это пытаются донести, но пока у них не получается. Путин считает, что враги находятся в Украине. Так, здорово, борода. Вот ты постоянно говоришь о хиджабе, а я вот вижу чеченцев, как светское мусульманское государство под тип прогрессивной Турции, а ты строишь халифат, но халифат не подходит по нраву. Раз уж вопрос про хиджаб пришел, давайте поговорим про хиджаб. Эта тема стала тоже актуальной на этой неделе. Владимирская область, точнее Министерство образования и просвещения Владимирской области выпустило локальный приказ, ну то есть приказ, который распространяется именно на этот регион, Владимирскую область. И этим приказом они запретили ношение хиджабов и никабов. Именно так нам звучит. То есть они хиджаб приписали к никабу и как бы вместе их запретили в образовательных учреждениях. И от этого бомбануло, конечно же, не только у простых людей, простых мусульман, а бомбануло даже у представителей кадыровской власти. Например, одним из таких людей, которых бомбануло, стал Адам Делимханов. Адам Делимханов выступил с заявлением, где он, ну я процитирую, нет сомнений, мы добьемся отмены этого запрета и будем в полной мере отстаивать права мусульман касаемо именно хиджабов. То есть в вопросах запрета никабов у кадыровской власти нет никаких проблем. Запрещайте они, потому что у нас в республике, в Чечне они давно запретили. Еще когда официально даже на каком-то уровне формальном никаб не был запрещен, он в республике уже у нас был запрещен за никабы. Похищали девушек, публично с них срывали эти никабы, поэтому к никабам у кадыровцев вопросов нет. Но их бомбануло именно от того, что хиджабы тоже приписали, как бы их приравняли к никабам и запретили в Владимирской области. Поэтому здесь Делимханов уточняет. Если кому-то в Владимирской области непонятны эти простые истины, то мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции и почему их нельзя бесцеремонно запрещать. Россия мощь, Ахмад сила, Аллаху Акпар написал Делимханов. Ну здесь таким гонором есть явная такая угроза, когда говорят, если в Владимирской области кому-то чего-то непонятно, то мы доходчиво объясним. Как Делимханов или прочие кадыровские приближенные доходчиво объясняют, мы с вами все знаем. И вот казалось бы, на такое наглое заявление наверняка должны очень жестко отреагировать и все те, кто инициировал этот запрет в Владимирской области, и все те, кто согласен с этим запретом, и всевозможные представители власти, всякие военкоры, патриоты, заэтники и прочие. И да, действительно, они все очень жестко выступили с критикой в отношении Делимханова, но знаете, в чем особенность этой критики? Все эти Z-каналы, высказавшие критику в отношении Делимханова, они все анонимны. Делимханов от своего имени сделал заявление, сказал, что он доходчиво объяснит чиновникам Владимирской области, что так делать нельзя. И вот так вот открыто от своего лица, ни один человек не ответил Делимханову, ни один. Я отмониторил всевозможные публикации на эту тему, по ключевым, по хэштегам, поискал в Телеграме, в Гугле, и нашел много недовольства от всевозможных Z-телеграм-каналов. Но их объединяет то, что они все анонимны, за ними нет конкретного лица. То есть вы настолько ссыкуны, что вы от своего имени даже не можете возразить Делимханову, вы это делаете анонимно. А те, кто осмелился как-то не согласиться с Делимхановым или с его формой вот этой, мы доходчиво объясним, ну что, дескать, так нельзя говорить, доходчиво объяснять у нас не нужно. И потом обязательно там, в конце сказать, у нас сейчас тяжелое вообще время, он враг у нас, НАТО с нами воюет вот в Украине, а мы тут между собой, поэтому нам, конечно же, нельзя ссориться. Вот в такой именно форме, мягкой, без какого-то гонора, без ультиматумов, без ничего, вот так вот аккуратно кто-то еще умудрился. А в такой же форме жестко ответить Делимханову не посмел ни один чиновник, ни Владимирской области, ни федерального уровня, ни какой-нибудь патриот, нацист, националист, никто. Что? О чем это говорит? Вы высмеиваете Делимханова, Лаудинова, всевозможных кадыровцев, вы высмеиваете, и мы, в принципе, рады тому, что вы их высмеиваете. Раньше мы были одиноки в этом высмеивании, теперь вы тоже это делаете. Но вы, в отличие от нас, вы делаете это анонимно. Что с вами случилось? Где вот эти смелые ребята? Вы даже на свои рейды, когда вы уходите по российским городам, вы уходите в масках. Вы даже это не делаете от своего имени с открытыми лицами. Ну, зато на помощь пришел другой депутат, депутат от Единой России, от Дагестана, Хамзаев. Он поехал в Владимирскую область, встретился там с чиновниками и, по сути, их прям отчитывал, там очень нагло с ними разговаривал за этот запрет. И вот тут он таким спасательным кругом сработал. Видимо, его ругать, в его адрес выступать не так страшно. Они за это, в отличие от Дилимханова и остальных, не ищут, не заставляют извиняться на камеру. У них, у Хамзаева, видимо, нет вооруженных до зубов людей, которых они могут послать, устроить перестрелку. В общем, Хамзаев оказался таким легким для битья мальчиком. И вот по Хамзаеву прошлись уже по полной программе, не только в различных каналах Телеграма, а даже на федеральном канале. Передача у Попова, один из коллег Хамзаева сначала раскритиковал Хамзаева за это, а Попов вообще назвал хайпажором. Хамзаева сказал, что он просто поехал хайпиться, его вообще нужно было оттуда вышвать из Владимирской области, в принципе, из Владимирской области тоже. В общем, у нас у чеченцев есть такая пословица, кто не посмел подраться с конем, подрался с седлом. Вот, видимо, Адам Дилимханов является конем в этой истории, а Хамзаев оказался с седлом. И с ним федеральные чиновники, ведущие российских телеканалов, охотно и очень рьяно начали его критиковать, в общем, с ним припираться. И как вы думаете, куда в итоге вырулила эта история? По Дилимханову продолжения никакого не было, мы не знаем, чтобы в Владимирской области что-то отменяли. Наоборот, появились куча видеороликов от жителей и Владимирской, и не только Владимирской области, обычных людей, которые выражают поддержку Министерству освещения образования России, что считают этот запрет правильным. Но сегодня появилась публикация, она появилась буквально до того, как я начал этот эфир, поэтому проверить пока все это не удалось. Но она опубликована на сайте Духовного управления мусульман, так называемого, Чеченской Республики, то есть Кадыровского Муфтияда. И опубликована она под заголовком «Приказ об обязательном ношении хиджаба на территории Чеченской Республики». Звучит прям мощно. И далее, значит, текст «Приказом советника главы Чеченской Республики Муфтия, ЧАР, председателя КББУ, короче, много букв, садах Амижиева, «Обязуются все женщины, имеющие постоянное место жительства на территории Чеченской Республики, носить хиджаб. Чечня – это Исламская Республика. И подчиняясь приказу Аллаха в Суре 33, аят 59, «О, пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя свои покрывала. Мы предписываем всем чеченцам, относящим себя к Исламу, покрыться должным образом до 1 декабря 1924 года. Если после этого срока кто-либо из них будет без соответствующей одежды, то будет немедленным образом доставляться в участок для выяснения». Участок полицейский, наверное, подразумевается, не муфтиятовский. «Туристкам и приверженцам других религий будут выдаваться справки, в общем, о чем-то». Я думаю, нет никаких сомнений, что этот приказ последовал после запрета во Владимирской области на наношение хиджаба. Это такой ответ кадыровской власти на действия чиновника Владимирской области. Чему это в конечном итоге приведет, мы поживем, увидим. Пока, я думаю, за этим очень интересно наблюдать. И самое интересное, на что прям хочется ответить, но ответы, конечно, разные совершенно приходят в голову, как вообще возможно в момент, когда идет война, когда для России очень важно, чтобы на передовой было как можно больше пушечного мяса, и когда вот эта иллюзия многонациональной страны, федерации, когда она настолько важна в сохранении этой иллюзии, чтобы все народы, проживающие в России, колонизированные в то время Российской Федерации, оккупированные Российской Федерацией, чтобы эти народы думали, что да, действительно здесь все равны, что мы все, это многонациональная такая вот страна, мы все, без нас Россия будет неполноценной, вот эти вот идеи лживые. Вот когда важно, чтобы это поддерживалось, в это самое время какие-то чиновники Владимирской области делают абсурдные приказы, запрещающие ношение хиджабов. Появляются общины, русские и прочие, явно борющиеся с мусульманами, ненавидящие мусульман. То есть все вот эти моменты происходят именно тогда, когда по идее, по логике они происходить не должны, это противоречит смыслу, здравому смыслу, хотел сказать. И даже если кто-то скажет, что зачем они нужны, вот эти представители, например, Кавказа и других мусульманских республик на передовой, они ведь все равно нормально не воюют. Вот, например, кадыровцы, тиктокеры, они уже показали свою непригодность на передовой, даже если так. Но на самом-то деле, даже если они не воюют, они все равно важны. Важен любой человек, кто может копать, кто может в тылу заниматься чем угодно. Каждый человек сегодня на самом деле важен. И в это самое время, если исходит подобное, представьте, что должно двигать этими людьми, этой страной, чтобы они в этих условиях какие-то свои исламофобские инициативы продвигали. Вот, на мой взгляд, я считаю, что происходит это потому, что чиновники и русские люди, проживающие на большинстве территорий России, таким образом пытаются донести до своего руководства, что враги наши, их враги, не в Украине, что это их братский народ, это их убеждение. Враги наши, это вот чеченцы, тавказцы, другие представители мусульманских народов. Давайте переключимся, мы не туда воюем, они говорят, они пытаются как бы достучаться до Путина, до Кремля, вот такими вполне наглыми даже своими инициативами. Они говорят, давайте переключимся, вот где проблема, вот хиджабы в школах, для нас вот это проблема. Для нас не проблема Украина, НАТО, для нас проблема это хиджабы в школах, это мусульмане в наших городах. Вот что нам не нравится, давайте на них переключимся, давайте опять устроим войну с чеченцами, а может и со всеми кавказцами, давайте с татарами, с башкирами устроим, давайте всех со Средней Азии мигрантов всех вышвырнем. Вот наши враги, они как бы вот это пытаются донести, и это мне кажется такие вот вполне себе наглые такие попытки сместить цель, чтобы копья полетели в другую сторону, но пока у них не получается. Путин считает, что враги находятся в Украине. В общем, будем наблюдать, посмотрим, к чему это в итоге все приведет. Почему ты думаешь за русских, кто их враги? Ну ты манипулируешь дружище, русские больше думают, как победить бедность. Я должен же попытаться в этом найти какую-то логику в действиях, потому что иначе в этом нет никакой логики. Как можно во время войны запрещать хиджабы школы Владимирской области? Вообще, понимаете, суть запрета, он, конечно, подается под соусом, мол, не проявление религиозной символики и что-то подобное, но направлено-то этот конкретно против мусульман, никто другой, например, в отношении крестиков, допустим, православными крестьянами, этот крестик, он ведь не носится на всеобщее обозрение. И даже если он таким образом кто-то его и носит, ему достаточно его просто под одежду спрятать, и все, его религиозный символ остается при нем, и при этом никто там смотреть ему под одежду ведь не будет. А с девушкой, с мусульманкой, носящей хиджаб, это так не работает. С нее-то именно хотят одежду снять, снять с нее одежду и надеть на нее ту одежду, которая соответствовала бы предпочтениям вот этого сброда проживающего, точнее, руководящего Владимирской областью. То есть это попытка тех, кому не нравится, как выглядят, как ходят мусульмане, попытка заставить их уподобиться жителям Владимирской области. И понятно, что этот законопроект, этот запрет, он бьет только по мусульманам, и никому, и ни по кому больше. Нет сомнений в том, что это целенаправленная борьба с мусульманами, и ведется она вот в то время, когда логически она невыгодна для России. Сейчас им это невыгодно делать, когда они воюют. И раз они это делают, то это нужно как-то попытаться хотя бы понять, объяснить. И вот я нашел такое объяснение, я считаю, что в этом причина. Спасибо. 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 Спасибо.